всем привет это канал красного герцога и мы продолжаем завоевал покорять покорять галат вчера мы остановились на том что у нас отжали одну планету обитавшие на ней монстры и мы познакомились с новым соседом который как и мой милитарист при этом демократ то есть противоположная нашим нашей этика а значит теплых отношений с нами у них не будет вот уже минус 150 политика рабство им не нравится и автократии он сразу сотню дает минус так что с ними мы точно будем на ножах может владели мне их совсем не нравится это очень очень плохо они могут очень скоро на нас напасть значит придется строить и развивать базу здесь первую очередь и флот сюда надо будет подогнать так как нас тут процесс строительства идет еще придется подождать флот пока 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 давайте перекинем пока долетит так что еще у нас здесь станции нас изучаем фракции поехали ускоряемся так что еще а вот я хотел что еще здесь тормознуть корабль забрать все таки пока можно тут науку аномалию связанную с поисечами а то сюда припрутся и тогда не сможем так прибыл наш кораблик который потерялся и куда мы его направим 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 его наверно тоже копать здесь у нас есть я секунд так у нас исследование изучилась что у нас случилось я забыл поставить расчистка да я вчера не уточнил по поводу альтернативных исследований значит она дает вот выдачу сюда еще одну науку то есть стандартно их 3 раз два три да мы одну взяли от традиций стал 4 сейчас возьмем еще одну нам будет предлагаться на выбор 5 наук ну и это вот выделенные это те которые уже частично изучены они будут висеть пока мы их не доучим до конца как-то так так что у нас был твой добыча нет нет как раз добыча я забыл что у меня стоял а робот у меня стоял да здесь что мы будем учить опять расчищает вместимость флота от солдата обшивка жгутики так но раз такие пироги пошли нужно качать оружие нужно качать вместимость флота потому что 20 это мало очень мало так 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 мы пока здесь а вот живут вместимость флота отлично плюс 30 здесь у нас можно расчистить территорию налить вот это вот это нам даст еще один аграрный район хорошо так здесь достроил и сюда так а ты у нас я тебя не отправляю а да я хотел посмотреть какие у нас тут что есть так большая заброшенная космическая станция медленно вращается на терминальной орбите в атмосфере этого газового гиганта гравитационные силы вероятно разрушит ее полностью в течение следующих тысячи лет она еще не вошла в атмосферу достаточно глубоко поэтому археологические экспедиции на станцию по-прежнему возможны и здесь у нас судя по полученным с орбиты изображениям планеты Фае-2 так секунду что ж такое там четко прослеживается инфраструктура технологической цивилизации наконец-то образом не смотря на так стоп пауза не смотря на огромные городские территории связанные обширной наземной транспортной сетью планета кажется полностью покинута а признаков разумной жизни не наблюдается игра планеты отличается повышенной активностью однако следов какой-то катастрофы ни до другого события которые могли бы достоверно объяснить пропажу в смысле нет куда они все подевались а это какая у нас вообще планета а умерли мир токсичный все отравились ну давайте тогда вот это покопаем выясним куда же они все подевались вот так вот а здесь да отряд археологов начал вести себя странно ходу раскопок мешают несчастные случаи среди исследователей участились травмы даже самые опытные ученые с многолетним стражем винят стажем винят во всем стражей господи суверия и паранойя заставляют их утверждать что статуи оживают когда на них никто не смотрит хотя нет никаких оснований считать что лишенные суставов тела вообще способны двигаться ситуация быстро выходит из под контроля когда в крошечных порезах на вершине стража обнаружатся следы биомассы свидетельствующие об обильном кровотечении пока не ясно то ли страж просто стал удобным козлом отпущения то ли за всем этим что то кроется так да значит я забыл что у нас здесь стражи изучают я такую раскопку уже проводил поэтому я знаю что будет дальше поэтому мы перенесимся пока сюда повисим тут на орбите давай отлично строимся то есть мы успели занять эту систему у нас будет правильное место так куда то пропал ведущий ученые лимафра на закате она покидает лагерь в поисках тихого местечка где можно подумать о стражах и более и больше ее никто не видел в последние дни ее беспокоила безопасность лагеря с учетом возрастающего количества инцидентов возможный уход является формой протеста ну вот собственно то о чем я и говорил то есть у нас пропал ученый поэтому нам понадобится новый так который продолжит копать ну а то пока висит и еще пригодишься так здесь у нас это у нас на промышленность будет да система их так и не взял я медицинские клиники чтобы ускорить рост населения всего плюс два почти так 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 минералочка нам тут в любом случае нужна есть у нас уже не да вот фабрику поставим тогда на очистку ахахахахах давайте ребята строитесь они нужны нам надо спасать планету а то там всех перебьют а народу я так понимаю у нас там не очень-то много осталось или что все всех перебили зараза я опоздал придется колонизировать по новой ну ладно что делать хе 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 так стройка завершена сюда сплавов не хватает блин здесь базу надо строить ай боюсь будет больно будет больно будет больно попробуйте поменяться с ними контактами можно да ну хорошо давай так новое сообщение опять машина ни разу да что ж у вас так в таких количествах промышленное ядро так ну хоть мирные пока слава богу и еще одна а нет это еще та же да так строительство завершено застраивай тут конечно придется сейчас отложить потому что все надо на базу будет убухивать так наверное придется прикупить этого дела так вот так это а это мы пролетаем успешно мимо хорошо так начинаем качать базу улучшить так традиции сейчас подожди забираем у нас опыт лидера уровень лидера хорошо так преступный синдикат воинственные ребята еще и ну кассинофил ну хорошо главное опять трогаши штрогаши машины констракция констракция построили куда же тебя теперь засунуть то если строить ничего нельзя давайте будешь пока строить нет вот это надо тоже занять а то они могут могут вот на одну там две системы через территорию они могут все-таки взять и зачем-нибудь захватить но обычно берут весь система с планетами но на всякий случай мы для подстраховки заберем эту и вот эту надо будет тоже забрать так раскопались композиционный анализ стражи показал что они состоят из неизвестного металлокерамического композита до историческому обществу не под силу изготовить подобный материал но предварительные расчеты указывают на то что статуи древнее любой из цивилизаций которые могли бы быть здесь увы сканеры пока не могут пробиться сквозь металлическую оболочку стражи удивительно да так и ага да так на краю обрыва прямо над стражами найдено все имущество пропавшего археолога ученого по имени Лимафра незаконченная ограда из палочек вокруг одного из стражи свидетельствует о том что что-то отвлекло ее в числе прочего обнаружены мысли за устройство помогающий изолировать разум от сторонних помех сломанный фонарик и сканер обнаружились под обломками крыла стража сканер был модифицирован весьма необычным образом возможно с его помощью нам удастся пробиться через защитный покров стража если Лимафра потребуется нам удобным здравий то стоит выделить на ее поиски дополнительные ресурсы поскольку ее шанс на выживание в необжитых землях земля тают с каждым днем так ну о влияние минус 3 зацепки ну ладно блин что конечно круто но нам нужен этот ученый все готово вот сюда строить пойдешь долетели и изучаем вот так ну вот надо ползу все таки ставить базу здесь построилась пушки ракеты и генератора пропавший археолог к счастью в ее записи содержится полезная информация а примата получает черту покалеченный а а так стоп а чем ты теперь командуешь а тебя выбросила да то есть она теперь вернулась к изучениям на этом корабле да покалеченный а продолжительность жизни мимо 40 возраст 75 он так и так скоро помрет ахахаха тачатеску летать не придется продолжаем висеть висеть здесь а то некому будет заканчивать исследование Давай уже... А, всё, выучили, десять. Замечательно. Вываляемся. Правда, нам теперь там делать-то нечего. Хотя... Вдруг потребуется. На чём мы обвиняемся? Да. Так, тут же её заканчивается подход к концу. И растёт приступность, потому что... Чёрт, не люблю я эту. Ну ладно. Придётся. Пока всё хорошо. О, ещё один райончик можно оставить. А тут надо чистить. Надо чистить, но пока никому... В смысле, не знаю, но вот. И вот у нас кто-то помер. Скорее всего, это самая аниматор. Да? Всё, скопытилась. Девушка. Кораблик, значит, можно, в принципе, распустить. Нам такое количество уже не нужно. Сюда. Сюда. Так. Новый уровень, всё понятно. Здесь нужно... А! Нужно её можно поставить. Ух-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х. Ну, хоть особенности остались. В принципе, инфраструктура тоже должна остаться. Только населения нет. Часы. Последние 42 года и 3 дня исследователи на планете Тучанка с нетерпением ожидали, чем же закончится обратный отчёт таинственных атомных часов и невероятной точности обнаруженных на планете Карбит-6. Все гипотезы и догадки, накопившиеся за десятилетия оживлённых дебатов, исчезли в мгновение ока. Как только часы... А! Только что часы отмерили отведённый им срок выбросы в поток самовоспроизводящихся нанитов. Эти наниты покинули поверхность астероида и объединились во впечатляющий беспилотный военный корабль. Если мы пожелаем, он может стать нашим... Ну... Хм... Конечно, пожелаем. Такие разговоры. Он ещё из нанитов. Забираем. Ну, получаем превышение... Превышение вместимости и... Штраф. А, нет. Он увеличился. О! Увеличился лимит на его... Объём. Как хорошо. Давайте на него посмотрим. О! Вот какое. На две тысячи. Совершенно шикарно. Вот так вот... Вот так вот раз и мы удвоили свой флот. Ха-ха! Так, а что у нас тут стоит? Энергетическая сфера. Несмотря на то, что значок одинаковый с вот этой технологией, которая нам досталась от Тиянки, ну, похоже, да, вот, это все-таки другое устройство. Поглотитель энергии, который только в маленький слот ставится, у него урон всего 346, бьет по щитам. А здесь урон 59-52 и урон по броне. Ну, в общем, еще и штурмовики у него. На борту и щиты с броней пятого класса. Отлично, отлично, просто офигенно. Так, я заряд сбросил. Так, ну тебя, конечно, сразу же вот сюда. И что вы скажете теперь, товарищи? О, теперь у нас на уровне. Наука сильнее, блин, науку надо гнать, гнать, гнать науку. Так. Ты у нас сюда. Давайте, давайте, плодитесь и размножайтесь, дети мои. 3.30 надо. А, вот, здесь, что я тут все-то забываю. Есть такая штука решения, да, мы можем какие-то принять решения в рамках конкретной планеты за влияние, за какие-то другие ресурсы. Вот они тут разные, дают разные эффекты, и нам нужна вот эта вот. За 1000 мы ускоряем рост поселений на 25%. Так, да, вот это еще хотел забрать. Наука выучили роботов. Так, а там закончился проект. Ага, так. Бум роботов. Ага, эсминец можно взять, или бастион улучшить. Ну, предел флота мы сейчас расширим. По-хорошему нужно не то и другое, но пока нам есть куда ставить базы, давайте эсминцы все-таки возьмем. Так, более, лучше. Так, а, да, я же забыл совсем, пардон. Археологи установили модифицированный сканер, надлежащий ученым уже не по какому имени, он умер. Умер, вычеркнули из истории. Пробившись сквозь толщу гибридного материала статую, устройство уловило слабое изучение от ядра. Для дальнейшего изучения нам придется вскрыть одну из статуй, что скорее всего приведет к ее разрушению. Так, как одна из них уже лишилась части крыла, начальник экспедиции советует начать с нее. Так, вскроем аккуратно, чтобы можно было отреставрировать. Получен артефакт. И проект создается бдительные стражи. Мы не будем осквернять. Получен артефакт. Добавлен модификатор привлекательности этики спиритуализм. Единство от должностей плюс 15. Так, ну вот спиритуализм мне нафиг не упал. Ну, единство от должностей. В принципе, тоже такое себе. Ну, или срыть нафиг. Давайте мы аккуратно вскроем. А еще у нас еще какую-то нашли... А, нет. Здесь же, да? А, это значок завершения, да? Парду. Достроили. И начинаем клепать платформу. Да, начинаем клепать. Это громко сказано. Ну, что делать, что делать? Так, этот я нехорошо умер. Ладно. Физик, физик нет. Физика нет. Ну, хотя бы так. Вот у нас физика. Вот. Хотя бы так. Так, судя по всему, этот астероид служил космопортом для различных криминальных организаций, действовавших на территории Первой Лиги. А контрабандисты, пираты, наемники и прочие отбросы всех рас Лиги собирались здесь, чтобы забывать награбленные, заключать новые сделки или просто расслабляться в увеселительных заведениях. Так, у нас совсем мало времени осталось. Почти зажали исследовать. Очень быстро ребята растут, прям с какой-то космической скоростью. Кстати, у нас штраф бешеный за превышение. Стоимость компании плюс 78%, принятие традиции плюс 46%, стоимость технологии плюс 31%. Надо, наверное, нам еще будет так же колонизировать какую-нибудь планетку под административные задачи. Построить мир бюрократов, которые будут увеличивать нам размер империи, чтобы не было этих бешеных штрафов. Ну, а ты, значит, изучил у нас все, и давай вот сюда, вот теперь здесь покопай. Закроем. Ну, чуть-чуть мы себе времени дали. Очень удачно мы нашли этот, точнее, получили этот интердиктор. Очень. Возможно, он у нас срочит нам войну и даст время собраться с силами. Так, а что у нас здесь в процессе нет, еще пока не могу посмотреть. 212. Почти. Четыре еще через месяц. Как-то неудачно с этим тараком получилось. Ну, будем знать, бункер не открывать, если что. Так, археологическая свидица на стероид помогла нам узнать много нового преступной деятельности времен первой лиги. 2 миллиона лет назад. Когда расы лиги открыли друг для друга границы, преступность расцвела вместе с торговлей. И контрабандой пиратства стали серьезной проблемой, с которой боролся умышительный флот Феги. Хорошо. И, ну и так, во-первых, не попасть бы второй раз в эту, хотя не должно быть. Куда бы тебя заслать, чем бы тебе заняться. Ну, больше делать все равно нечего, так что. Тогда лети сюда. Археологические раскопки подождут. Раз, два, посчитай три, четыре еще. Еще четыре, и здесь будет пятое, когда застроен. Ну, неплохо, неплохо. Здесь нет приказов, бегом, бегом, бегом. Нас почти поджали со всех сторон. Кстати, вот как у вас с нами отношения? Открытость? Открытость, это хорошо, это правильно. Даже пакта не нападения не может. Блин, это, конечно, подрежет нам, но оно того стоит. И еще я хочу попробовать поменяться с ними контактами. О, замечательно. На поверхность планеты Фуэй-2 были отправлены десантные группы, которым первым удалось взглянуть вблизи на этот мир и с его продуваемыми ветрами пустые города. Время, погода и отсутствие ухода поистрепали их, но не разрушили, оставив по большей части целыми. От жителей, правда, не осталось ни следа. В данный момент есть только одна достоверная теория – массовая миграция или эвакуация. Нам еще предстоит понять, что могло заставить целый раз убросить все достижения и знания своей цивилизации. Продолжаем копать. – Да, кстати говоря, это здесь. Мы же еще обзор нового дополнения должны были сделать. Значит, смотрите, тут теперь есть вот такие штуки. мы можем попросить их об одолжении. Это у нас… Это у нас чего такая радость, кстати? А, правильно, мы же отдали им этот корабль с ресурсами когда-то нашли, который принадлежал им. Ага, да, и за это мы получили одолжение. И здесь тоже, соответственно, можно эти одолжения вытрагивать, да, и когда ведем переговоры на какие-то другие темы, допустим, ну, мы, конечно, не будем сейчас требовать. Вот. Здесь эти одолжениями можно… Вот. У нас было 59 против уровень одобрения, да? Минус 59. Стал минус 54. То есть, чем больше этих одолжений набираем, тем больше можно скинуть вот такую вот штуку. Не могу сказать, что это как-то очень уж хороший механизм, потому что, ну, с одной стороны, он вроде как напрашивается, да, в изменениях по дипломатии. С другой стороны, он очень упрощает как раз вот эти вот все. Ну, смотрите, потребует стать вассалом, да? Пять единиц за одно. То есть, нам нужно еще одиннадцать одолжений получить. Идем в торговлю. А, ну… А-а-а. Так. Вот это интересно. Я не знал, что общее количество оно ограничено. Ну, в принципе, даже так, да? Минус 90, не минус 1000. То есть, они, в принципе, как бы раздают эти одолжения. И, допустим, вот у нас есть 2000 экзотических газов. Пожалуйста. То есть, нам было нужно одиннадцать, еще два подождать. И еще, ребята, наши вассалы. Ни войны, ничего не нужно. Просто раз и готово. Это минус, на мой взгляд. Это надо было как-то еще больше порезать. Потому что, ну, это читы, фактически. Так, можно всю галактику завассалить. Причем, еще до 300-го года. Так, ну, а мы нашли еще кого-то. Точнее, кто-то нашел нас. О-о-о-о. Так, ну, специально военная хунта, фанатичные проповедники. Ну, давайте помашем им шашкой. Ну, ребята, мы такие же. И еще один. Ксенофоб, авторитарист, милитарист. Ну, ты, чувак, ксенофоб, конечно. Но у тебя с нами гораздо больше общего, чем у всех остальных. Ммм, империя прямо звездные, да? Прям нос в потолок. Мы круче всех империалисты-гегемоны. Считаются законными правителями галактики и пытаются расширить свою империю всеми возможными средствами. Ну, вот этики у нас совпадают почти. Но друзьями мы все равно не станем. А что у нас здесь? Где наш достроился? Он здесь и достроился, да? Ммм, хм, 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 хм. Мм, хм, 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 хм. Ну, можно дальше, конечно, застраиваться теперь-то. Ладно. Иди сюда, стройся. Кто закрыл нам границы? А, ну вот, вот, хм, 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 хм. Прелесть какая. У нас схожие этики, но явно неприязнь. Ну, новый контакт, ладно, допустим, он спадет. А останется ксенофобия. Ну, тогда я не буду отвечать тем же самым. Закрывать границы, потому что, хм, хм, хм. Когда их мнение о нас ухудшится. А где они вообще, кстати? Видите, замечательные ребята. Вот. Туточки, да? Ну, он мне может еще пригодиться. Для чего-нибудь. Хотя, конечно, толку будет не шибко много. А это, next, репликаторы. Так, давайте посмотрим, вот и у нас что. Фантатичные проповедники. То есть, фантатичные проповедники стремятся к распространению своей веры по галактике и не проще воспользоваться военной мощью, чтобы заставить других принять их веру. Понятно. Несут свет истинные веры. Ну, машинный разум, это машинный разум. Он везде одинаковый. Он везде одинаковый. Борцы за демократию считают своей моральной обязанностью распространение демократического образца жизни. Они обычно хорошо развиваются с другими демократиями, но совсем не проще применить военную силу для освобождения населения в менее демократических империях. Ну, как я и говорил, будут нас кусать, бить и обижать. А вы вообще искатели и спиритуалисты считают, что все формы жизни связаны друг с другом посредством некой высшей силы, которую можно познать через созданное ею. Они добиваются мирного сотрудничества с другими империями в надежде на изучение этой связи с божествами. Ну, сотрудничество, открытость. В общем, наверное, с тобой мы будем пока дружить. Пока мы будем с тобой дружить. А вы чего хотите от жизни? Опять тоже империалисты гедемоны. Считают себя законным правителем галактики. Ребята, вы как-нибудь между собой-то. Состыкуйтесь. Будет весело посмотреть. Как вы друг другу по рогам будете давать. Ну, вообще вот... А, ну... Через... Ха-ха-ха. Да, не получится. Не получится. А, жаль. Я посмотрел, как вы друг другу пинаете. Не добил бы победившего. Так, еще. Вот теперь придется строить жилище. Дальше, боюсь, будут в основном они. Да, не шибко у нас тут получилось раскачать. Ну, хотя там, наверное, просто еще не этот... Да, тут еще много свободных рабочих мест. Так, обмен контактами, да, мы получили. Границы нам закрыли. Вот-вот... Нет, да, не будет. Поехали дальше. М-м-м-м... М-м-м... 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 Как у нас тут строить к Столбланфель? Ага, замечательно. У нас не хватает ресурсов. А ведь еще прикупим. Я все-таки нервничаю от такого соседа. Так, я лихо, конечно, сбил сразу, но ладно. Вот так. Шесть штук. Все. Сразу. Забираем. 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 Здесь есть предел вместимость флота, общее количество кораблей. Еще есть в каждом флоте предел. Двадцать... Двадцать единиц тоже. Системы очень конкретные. Так, я вижу. Там у нас что-то раскопали. А, даже совсем выкопали. А, нет, новое место. Вот оно как раз что у нас есть. Жизнь на поверхности узулей Кро один отсутствует. Однако есть признаки, что ранее тут была цветущая биосфера, а также вызывающая определенный интерес к эктонической активности, которая, возможно, потребует более тщательного изучения. Но, увы, не нами. Для нас это недоступно. Копать можно только на территории собственных империй. Что всегда было видно. Мы получили так. Ну и кто-то... Опять спиритуалист. Ксенофоб. Спиритуалист. Ксенофоб. Ну и... На тебя. Фибу в кармане. Какие все недружелюбные вокруг. Прям деваться некуда. Ну и эта компания с ними все понятно. Они думают только о деньгах, а на живе. Канетичные подповедники. Канетичные подповедники. А где этот свежеоткрытый? Что-то я потерялся. Канетичные подповедники. Или это они есть. Да. Да. Это уже они. Фанатичные подповедники. Короче. И тоже с кем-то там за контакт. Ладно. Сейчас тогда давайте посмотрим. По-первых, вот это вот у нас что такое. А-а-а. Здесь мы кристаллики нашли. Да. Ну. Тогда убегаем. А-а-а. И да. Что-то. А-а-а. Это мы смотрели. Вот. Раскопали. Расследование пропажи населения планеты Фуэ-2 дало свои плоды. Большие герметичные защитные двери, идущие в глубокую сеть туннелей, служат доказательством, что в какой-то момент вся раса начала перемещаться под землю. Перекрестный анализ геологических и метеорологических данных показывает, что на всей планете резко наступил ледниковый период. Возможно в результате смещения наклона оси, что вероятно стало причиной миграции. Исследование обширности туннелей идет полным уходом. Копаем дальше. Так. Копаем. Так. Значит, здесь у нас теперь строят. Флот у нас пока на пределе будет еще какой-то полгода, На пределе. Давайте, наверное, вот, вторую базу. Начнем. А, не начнем. Да. Опять кончик. Можно, конечно, минеральчики продать, но что-то в этой катке у нас их не очень много, поэтому пока погоди. пока нет особо такой острой необходимости, не будем тратить ресурсов. так. Ну, эти территории надо забрать, обязательно все равно все эти пустые места, планеты. Кстати, давайте посмотрим, не по-кралину. А, хорошо. Так. Исследование взяли. Вот. Теперь у нас здесь должно быть по 5. Здесь равно 4. Ммм. Странно. Ну, ладно. Так. Значит, мы начинаем качать на оружие. Ну, давайте, улучшенные отражатели. Для апгрейда кораблей, увеличение их мощности. На тему времени мы можем поставить сюда хоть одну платформочку. Вот так вот, наверное, сделаем сферу, скорее всего, все уже изучено. Так. Отлично. Вместимость флота мы увеличили. Генные клиники. Выбираем. Это нам позволит увеличивать, ускорять прирост населения на планетах. Так. 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 Армии нету. То есть, они вылезли из своих бункера, всех поубивали и исчезли. Очередной повод покопать. Но нет, копать никто не будет. Так. У нас здесь, да, есть квеста, но все равно построим еще одну. Блин, как же это, как раз кузня, как раз сплавов дико не хватает и такая фигня с ней произошла. Блин. Прям, прям сплошное огорчение. О, еще предтечь нашли, а где? Следую, конечно, сразу. А, здесь. А, кстати, сколько у нас вообще по предтечам осталось? Два еще, да? Да, то есть, вот это еще одно. Ну, судя по разбросу, это будет где-то вот в этом секторе планеты. Она где-то примерно посередине. Все они complete. Да, может, и здесь. Посмотрим. Ладно. Сюда. Не хватает. Не хватает. Не хватает. Не хватает. Сплавов. Потому что минералов толк нет. О, еда такая. Потолок пробила. Отлично. Можно еду продать. Вот так вот. Хоть чуть-чуть, но добавилось. Здесь база 90 стоит. Так. Это супер. Ага. Останки бывшей базы флота Лики были обнаружены на орбите планеты Хлиджи 6. Нам известно, что флот Пиги, именовавшийся великим флотом, был весьма многочисленным и занимался охотой на космических пиратов и охраной дружественных рас от внешних агрессоров. На этом фарпосте, судя по всему, размещались корабли, патрулировавшие окраины. Изучаем. Исследуем. И изучаем. Изучаем. Конструкция complete. И сюда. Ну и вот мы либо строим базы, либо мы строим платформу. Одну из двух. Черт, на все не хватает. Потому что минералов нет нормальной планеты. Была бы нормальная планета, вот как у нас с едой есть, вот такая вот, да, вот с таким же количеством минералов. Ну хотя бы с девятью. Было бы уже что-то. Но увы. Не досталось нам такой даже в перспективе. Придется отбирать. Придется отбирать. Если только... Нет, здесь нету. Внутри архопланеты нету. А еще у нас две-три... Можно вот этих... Нет, этих наверное еще рано. А вот это вот можно повыбивать. Почему, кстати, здесь я не знаю кто это. Это странно. Ну, нет, давайте мы сначала апгрейдим наши корабли хоть немножко. Потому что красные лазеры это, в общем-то, фигня. Надо хоть немножко их прокачать, а потом тогда уже будем бить. А то мы много потеряем. И все. Быстро мы. Тысячи лет назад средняя температура на планете резко упала, и большая часть солнечного света отражалась облаками. Чтобы справиться с внезапным похолоданием климата, население мигрировало под землю и было вынуждено двигаться все глубже и глубже в попытке угнаться за скользающим теплом ядра планеты. Ушедшее под землю население нечем было кормить, поэтому был запущен проект крианобиоза. Как только приборы определили бы, что климат на поверхности стабилизировался, произошло бы автоматическое пробуждение. И на планете действительно стало теплее, но процесс был настолько резким, что вывел из строя капсул гибернации и сжег спящих. Остались только миллионы капсул, стоящих молчаливыми рядами в темноте и заполненных обугленными костями. Хорено. Так, получен вариант исследования и адаптация к рождественной среде. Это у нас... Это у нас... Это у нас... Так, не на клинике. Подожди. Это мы поняли. Сейчас. Адаптация к рождественной среде. Вот. А, приспособленность плюс пять. Ну, кстати, вот такие, конечно, раскопки. Результаты раскопок... Ну, восемь тысяч. Я бы так и так скоро к ней подошел бы. Это ж, по-моему, не уникальная какая-то технология. Она, как бы, в любом случае выпала бы на дереве. А столько возни, чтобы получить. Так, мы исследовали флотскую базу первой лиги и обнаружили эмблему 28-й патрульной флотилии внешнего кольца. Ее задачей была охрана торговых путей внешнего кольца, которые вели к дружественным мирам лиги. База на орбите Хилиджи 6, очевидно, являлась портом приписки. Так, еще один артефакт. Хорошо. Хорошо. Стоп. Так, стоп. 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 Объявляет соперником. Вот этот наш мирный пушистый сосед объявляет своим соперником вот этих вот бутников. И тут же предлагает нам заключить с ними факт о защите. Ну, в принципе, я так и так собирался с ними дружить. Но... Проблема в том, что кроме... Кроме, более того, ты с этими товарищами даже не граничишь. То есть, они на тебя вряд ли нападут. И то, что там друг дружки пообзывались, это, в общем-то, ни о чем. Через мою территорию вылезть не начнете. А вот этот пассажир, второй глупник нашего района, как раз очень скоро вот здесь вот так и вот здесь вот так, в общем, с вами тут столкнется. При этом у него... А, ну, его мощь слабее. А у тебя вообще хуже некуда. Чё-то я перемудрил, по-моему, с настройками. Хотя у этих было не по зубам вообще, до сих пор сильнее. Нет, наверное, это они с патчами что-то перемудрили, потому что... Ну, это же получается. То есть, он ни с кем не воевал. За всю свою историю, что он вообще флот не строит, что ли? Это же сейчас начнется, сейчас. Ну, с другой стороны, ладно, мы все равно смотрим дипломатию, так что нам все равно придется вступать в федерацию, чтобы посмотреть ее механики новые. А, давай, хорошо. Кстати, опять же, снова минус. К влиянию, по-моему, еще 0.25, но, тем не менее. Ладно, пусть будет. Мир, дружба и жвачка. Нет? 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 А, вот. Пакт о ненападении 0.25. Так, ааа, может с артистами это хорошо с ними? Ну, у нас пока не на что, да. Он как-то разогнался с энергией продажи. С ними можно заключить очень приятный контакт. Так. Ну, давай теперь вот этот покопаем. Что у нас здесь? Научный корабль зафиксировал странный сигнал. Ну, посмотрим, что за сигнал. Там, насколько я помню, у нас были дроны, и у нас здесь где-то были врата. Вот. Какие-то врата. Правда, раскопки в другом месте, но вдруг случится чудо и все это как-то связано. Эти корабли, эти врата. Научный обмен ты хочешь какой-то интересный. Вообще, нравы не науки. Ну, давай обменяемся. И это снова минус, но тем не менее. Давай сразу посмотрим, что там у тебя еще, наверное, коммерческий захочешь по или нет. Ну да. Ну да. Но пока. Вот галка плюс. А, вот. Хорошо. Это он же предложил. Какая прелесть. А ты кто у нас? Силикон. А, вот так вот, да. То есть здесь мне тоже надо срочно все строить. Да что ж такое-то, а? Хотя не, не надо, не нападет. Сам не нападет. Как не обижайся. Как не обижайся, приятель, но у тебя очко жимжим. Не полезешь ты. Знаю я вашу натуру. А еще и же нам нужна будет база флота, чтобы апгрейдить корабли, чтобы не мотаться через всю империю на апгрейд. То есть нужно еще станцию здесь будет воткнуть. Ум-пум-пум-пум-пум. Где взять сплавов на все? Тем более, что их все меньше и меньше и меньше. Давай уже, черт, я опять туплю. Опять туплю. Лично я забываю про эти решения, которые можно вбухнуть и будет все получше природа. Самый паршивый это... А, нет, это у нас на другой планете. Я забыл, что у нас здесь население разогналось и поводится с бешеной скоростью. Так, construction у нас complete. Ну, здесь пока тоже строить больше нечего. Ну, давай сюда застраивать вот этот вот аппендикс заберем. Ну, тебе мы, наверное, тоже включим режим автоматического поиска. Давай, исследуй, что там у нас есть. Куда еще можешь долететь? Вот, амебы. Тут амебы. Больше поблизости нету монстриков, да? Вот, не знаю, вот эту систему забирать, не забирать. Все забирать надо, не столь быстро. Планет вроде много. Так, что мы там накопали? Лишь археология и воображение помогают представить некогда процветавшую цивилизацию на безжизненной поверхности планеты СБЖУХТ. В Риме столь беспощадно, что даже самые прочные постройки превратились в пыль. На из подземных глубин доносится странный сигнал. Таинственный маяк необходимо обнаружить и изучить. Вперед. Ни в чем себе не отказывай. Так. Я вот думаю. Конечно, ксенофилы, но пускать меня не хотите, да? Сюда. Ты, наверное, у нас идешь сюда. Зараза, тут тоже надо кого-то все это делать. Расследовать и исследовать, пока они тут первыми не успели, не собрали все аномалии. Наука, замечательно. Еще раз. И вот так мы сделаем. Пусть они в первую очередь именно сюда идут, в эту профессию. Ученых у меня больше нет, свободных, да? Ну, это, в принципе, можно перекинуть. Ну, блин. Или построить кораблик пустой за соточку. Отправить его сюда. Перекинуть на него ученого с другого корабля, да? И изучить. Или продолжить клепать бастионы. Давай мы, наверное... Так, а у нас здесь вообще, что ли, ни одного? Я же вроде ставил. А, это реверка. Господи. Давай мы продолжим клепать бастионы. Значит, сколько у нас здесь? 560. Отправим сюда интердиктор. Грохнуть эту амебу. Что? Пока он тут будет лететь, за это время мы накопим. Мы просто... Хотя еще есть как раз. Ладно. Не будем. А то забуду опять. Я вот давно хотел попробовать подторговать с этими товарищами. У них контакт новый. И все забываю. Так. Разрушенный ускоритель частиц. Мы обнаружили на планете Тарак Прайм огромный разрушенный... Так. Вот мне... Вы задолбали там что-то находить? От этого одни проблемы. Огромный разрушенный комплекс, напоминающий ускоритель заряженных частиц. Он находится в зоне, испещренной бомбовыми воронками и все еще исчисточающей радиацию. Вероятно, в ходе последней ядерной войны ускоритель считался стратегическим объектом особой важности. Нам достались несколько журналов наблюдений, которые вели ученые, работавшие на ускорителе. Хотя технологии трассы были довольно примитивными, технологические исследования и ряд формул в этих записях могут предоставлять интерес даже по нашим меркам. Физики уже работают с этим. Замечательно. Особенность древний ускоритель частиц. Особенность в смысле здесь, да? Так. Плюс 20 исследований физики, должность научных сотрудников. Ну вот, взять тебя чем-нибудь и... Прямо по голове. Прямо вот по самой, по самой макушке, блин. Получается, надо было здесь строить научный кластер. А не здесь. Зараза. Да. Это они специально так придумали. Так. Новая фракция. Адмирал. Алиэйт Ассоциейшн. Установление дружеских империй с отношениями с инопланетными империями. Ну и чего у нас, когда дружеские отношения есть? Чуть и не нравятся-то. Госинопсинологические исследования. Нет геноцида. Прием всех беженцев. Кстати. 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 Чуть я не забыл. О первом делом. Нахрен. Нахрен всех беженцев. Как они меня задолбали в превосстальных катках. Это же налетает полгалактики. То есть в расах вообще не протолкнуться. Блин. Миллионы их. И. Главное. Здесь же раз можно изменять. Будет наука соответственно. Выучим ее. Можно менять. Будет новый раз. В смысле это новые признаки давать. Старые негативные убирать и так далее. А беженцы же прилетают старых видов. Их надо постоянно менять. Нет. Никаких беженцев. Хватит. Я наигрался с беженцами. Больше беженцев у нас не будет. Так. Регулирование численности. Разрешено. Геноцид. Ну геноцид их конечно мог бы запретить. А потом разрешить когда будет нужно. А пока так и сделаем. Чтобы эти пободрили к нам. Подобрели. Рабство разрешено. Нет. В принципе. В принципе. В принципе. В принципе. Как там. Рабство. Нет. Включение анклавов. Недавнее просвещение. Недавнее. Противозахват. Нахождение федерации. Новый контакт. Нет. Вам пофиг. На рабство. Поэтому мы его отменять не будем. Так. Рабочее разрешено. Интеллект. Эксплуатация. Политика. Накопление. Не. Но остальное я по моему уже ставил. Тут просто не все с самого начала эти политики появляются. Какие то только позже. А. Просвещение примитивных миров. Не люблю ограничения. Появить разрешено. 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 поменяться с ними контактами. Мишты. Ну нет они нужны. Миш придется тебе немножко подкинуть на бедность. Вот. Так. Это достаточно. Достаточно. Плюс один к зелени. И все. В общем то. Результат будет положительный. Так. Новое сообщение. Ксенофог. Опять гегемон. Империалист гегемон. Ну что ж такое. Единственный наш. Добрый мягкий пушистый сосед наш. Милитаризм. Снова империалист гегемон. Проча собрались как-то империалисты гегемон. Гемоны. И поселились в одной галактике. Чтобы не было скучно. Да. И к ним примкнули спиритуалисты демократы. Чем в тебя ни ткни все будет не так. Ну вот давай мячом потычен. Ёшкин кот. Борцы за демократию. Ну короче. Совсем не мирная галактика. Деспоты правы. Работители. Рабовладельческие общества. Которые наполагаются на военную экспансию. Чтобы обеспечить постоянный приток рабов до своих шахт и ферм. Они предпочитают нападать на слабых и беззащитных. Компания у нас еще та. Блин. Ага. Все. 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 Нет. Еще не все. Еще есть куча. Куча места свободного. Так. Свободная. Нет. Обнаружена цивилизация. Ах и муки. Афримуки. Афримуки. А где у нас Афримуки? Где-то здесь. Ну у нас. Так. Вот здесь. Ребята достигла века машин. То есть ребята скоро в космос полетят. И будет у нас здесь еще одна империя. Что не может не радовать. Раз уж пошла такая веселуха. Пусть будет нас всех больше. Чтоб всем было с кем помахаться. Так. Способность. Предел размера. Тоже надо бы. Ну. Расчищать надо. Да. Да. Что же делать там? Что же делать? Ну ладно. Берем. Кораблик построился. Вояки наши. Еще летит. То есть. Еще долго будет лететь. Сейчас сюда пока подвесим. Так. Ах да. Еще у нас. Наконец-то можно взять традицию. И. Так. Что у нас есть? Сенсоры. Рейдерская политика. Расход влияния на звездную базу. Ну. Мы границам тоже вышли. Она на принципе. Максимум звездных баз это хорошо. Но тратить на это совершенство. Бонус совершенства целое. Как-то. Как-то жирно будет. Единство и блага это у нас. Мы суровые вояки. Негожа. Негожа. Пухнуть от довольства. Господство над природой. В принципе. Интересно. Потенциал плюс 20. Есть и указы. Транследовательное обучение. Это лидеров. Общая судьба. В принципе. Все ерунда. Господство над природой. Стоимость расчистки уменьшится на 33. И плюс. Допустимое число районов на планете плюс 2. Но. За это решение будет такое. Там по-моему. Причем 125 влияния. На каждую. Можно было бы тогда увеличить количество районов в аграрном мире. Построить парочку. Допустим. Районов жилых. А то у нас опять тут. Потолок населения. Да. Давайте наверно так и сделаем. Еще пригодится. Господство над природой. Да. Я. Даже не знаю. Пардон. Так. Даже не знаю. Какую. Развитие эволюции выбирать. И выбирать ли вообще. Потому что. Ну. Тут у нас. У нас есть три пути. Духовный. Биологический. Или машинный. Как-то все три. Они все три мимо Кроганов. С другой стороны. Игра все таки ознакомительная. В том числе и для новичков. Поэтому. Хотелось бы конечно. Показать. Развитие. Каких-то. Какую-то эволюцию. Там нужно просто. Я к чему это. Там. Определенный набор бонусов. Нужно брать. Ну. Вернее. Первые Т3. Можно любые брать. А дальше. Нужно будет брать конкретные. Под конкретные. Ну. Под конкретный план. Так. Ага. Это мы заполучили еще один. Артефакт. Первой лиги. Нам его какой-то коллекционер подкинул. Вот. Такое бывает. Когда уже. Становится компьютеру понятно. Что. Просто раскопать мы этот артефакт. Уже не сможем никак. Отвес-то надо же как-то заканчивать. Так. За 500 монет. Мы покупаем новый. И. У нас. Эээ. Так. Что такое. О. Отмерло. Хорошо. Что-то меня тут. Напугать хотели. Зависло все. Так. Пока не отпустилась пауза. Давайте. Потому что сейчас нам скажут. Что. Нашли планету первой лиги. А. Кто у нас. Империалисты. Гегемоны. Вот эти. К нам. Закрыли границы. Ребята. К делу. К делу. Я вас не вижу. Покажитесь. Покажитесь. Вот. Ага. Закрыли. Значит с нами границы. Ага. 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 Границы. Вот. Раз. Два. Да. Ну что я могу сказать. Флаком в руки. Барабан на шею. господи. Надо бы еще научника где то резко сдернуть. Потому что сейчас. Придется риск ломиться. Изучать эту самую. Планету первой лиги. Что вы ее не изучили до нас. Научник у нас здесь копает. Здесь летает. И быстро не вернется. Ты тоже быстро не вернешься. А. У нас же здесь есть корабль. Вот. Да. Собственно. Я забыл. Вот. Обнаружен родной мир первой лиги. Так. Внимательно изучив артефакты первой лиги. Которые нам удалось добыть. Ученые на планете Тучанкус. Умели вычислить точные экологические координаты. В Фенхабанис. Место где зародилась великая первая лига. Надо срочно отправить туда экспедицию. Пока никто нас не опередил. Ага. А где? Ну удиви меня. Скажи что это где то на моей территории. Где у нас главная система первой лиги. Три системы первой лиги. Три системы первой лиги. Или я не нажал. А. Я не нажал. А. Ну. Да. Да. Это на моей территории. Отлично. Это на моей территории. Вот отсюда. Чпок. Супер. Так. Ты здесь у нас пролетаешь. Мимо пролетаешь. А. Это наша система. Что это? Вот. Туда мы не можем. Нужно будет ученых посадить. Замечательно. И тогда мы ее пока захватим. Сразу вернее. Потому что ну планета всей системы все равно будет жирной. А. Планета там по моему тоже будет. И там будет много 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 всяких. Всяких разных ресурсов. А. Так. Все сразу свалилось. Так. Так. Эсминцы мы взяли. Хорошо. Жилье городского района тоже очень важно. Нам нужен спир. Спир. Спиратрон. Обязательно нужен. Нам нужно продать минералов. На эти минералы. А. Доход с продажи этих минералов. Нам наверное. Надо будет. То ли сплавов купить. То ли договориться. С торговать. С творцами. С деятелями искусства. Стать их покровителями. То есть за 2000 там. За 2000 на 120 месяцев. Получить прирост единства. Плюс 10 процентов. Это даст нам 21 месяц. 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 Единство тоже. Хорошо. Тут уж очень много всяких вкусностей. Нет. Наверное все таки. Я буду покупать сплавы. Если бы это были кураторы. Которые науку плюс двадцать процентов дают. Вот тут. Я бы не раздумал. А так. Все таки. Давайте нам сплавы. Сплавы нам. Нужнее. Вот так вот даже. Ииииии. Блин. Базы надо ставить со всех сторон. Еще и флот строить. Чёрт. Да, мы же эсминцы сделали. Глаза разбегаются. Так, ладно, давайте посмотрим. Личная память. Внезапное неотратимое ощущение собственной смертности вдруг хватило археологов, когда они подобрались ближе к маяку в глубинах. Всё больше грязи и камней убирается с пути, и в подсознании каждого члена команды пульсирует одна и та же мысль. Жизнь скоротечна. Однажды всё это подойдёт к концу. Копайте дальше. Нет времени думать о палахом. Так. Значит, у нас нужно что? Нас нужно... Так, сейчас... Ну, это торговцы. Торговцы предлагают менять наши ресурсы на энергию. Вот редкие. Это нам не очень интересно, поэтому мы с ними вряд ли подружимся. Значит, нам... Нам, наверное, знаете что? Нам, наверное, на сегодня надо заканчивать. Продолжим мы завтра. Значит, на завтра у нас что в планах? Изучение мира первой лиги. Захвата вот этой системы. Захвата вот этой системы. Достройка баз. Разработка проектов на эсминцы и постройка этих эсминцев. Ну и продолжение отстраивания планет, изучение наук, в первую очередь сейчас военных, апгрейды кораблей, да, готовность встретить любого желающего помериться с нами силами, выстраивание наших границ, да, рубежей с помощью баз. И вот после этого, когда мы будем спокойны, так сказать, за свою материнскую территорию, что нас никто нигде, ниоткуда не подопрет, да, вот, можно будет начинать выпиливать вот этого нехорошего человека, который, ну, не нравится мне. Прям вот с первого взгляда, как я посмотрел на эту, у него даже рожи нет. Вот, 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 тут даже бить нечего. Ну, нельзя, нельзя таких допускать галактическому сообществу, которые, кстати говоря, как мне кажется, как раз тоже на следующем записи уже появятся. Мы посмотрим, что это такое галактическое сообщество в новом дополнении Федерация. А пока всем спасибо, до завтра, пока!